В этом видео я хочу создать небольшой новогодний уголок, новогоднюю сказку, которая будет радовать и согревать в зимние вечера период праздников с помощью бюджетных фред. Понадобятся две самые дешевые елки, которые вы только найдете. У меня две из фикс прайс метр по 4 белорусских рубля каждая. Далее нам понадобится снег. Я буду делать снег самостоятельно. У меня есть кусочек пенопласта. Я просто измельчу его на блендере в мелкую крошку. Снег я размолола просто обычно в блендере. За несколько секунд у меня получилось вот такое количество снега. И также мне понадобится клей. В моем случае это были остатки обойного, с помощью которого я буду сделать консистенцию снега. И далее я буду украшать елку и место вокруг елки тем, что мне понравилось в фикс прайсе. И там самые дешевые украшения, которые я могла найти. Также вы можете выбрать в своем городе, если у вас нету фикс прайс, самые дешевые украшения. Либо те, которые вас просто радуют. В моем случае это набор деревянных игрушек. Две деревянные подвески лошадь и звездочка. Это великолепный домик, а также набор елочных игрушек в зеленом цвете. Еще у меня был вот такое вино. Когда-то я покупала фикс прайс, и сейчас они также есть. И его я буду использовать также для декорации елки. Давайте приступим. Вначале нам нужно разобрать две прекрасные елки. Мне нужно разобрать ее на оставляющую, для того, чтобы собрать более густую. После того, как я елки две разобрала, я разложила каждую деталь по размеру. И сейчас буду из этой всей детали собирать маленькие веточки. Так, чтобы это было все не повторяющееся, как и в природе. Я очень вам рекомендую прогуляться по лесу, либо посмотреть картинки елок. Вы увидите, что ни одна веточка практически не повторяется. Везде какое-то уникальное разветвление. И веточки смотрят вверх, некоторые веточки смотрят вниз. Нам сделать нужно максимально не похожие друг на друга разные ветки. Мои веточки готовы. Они все абсолютно разные. Не похожие друг на друга. Состоящие из четырех, из двух, из трех веточек. И каждую веточку я еще подкручивала, то вверх, то вниз, чтобы она не была прямой. Я немножко еще подрежу елку. В основном работать я буду только с верхушками. Просто треугольником срезая ненужные. И таким образом каждая веточка приобретает более правдоподобный вид. Ну а теперь, когда все ветки подрезаны, я приступлю к самому главному. Это покрытие веточкой снега. Для снега я беру немного воды, чуть-чуть обойного клея, все на глаз. Нам нужна такая консистенция очень-очень густого крема, либо сметаны. И добавляю белую краску. В моем случае это эмаль. Клей обойный я хорошо не размешиваю, у меня получаются комки. Ветки я разложила в порядке убывания. От маленьких к больших, потому что самые верхние веточки я буду засниживать больше. Наносит они больше снега, а внизу ветки будут чуть по-теже. Вот такая заснеженность у меня получается. На невысохшую краску я немножечко сыплю пенопласт. После того, как пенопласт я насыпала, дальше чуть-чуть еще его притаптываю опять же краской. На нижних ветках я такого делать не буду, потому что они должны быть более редкими. После того, как все ветки выкрашены, я оставила их на пару дней, чтобы точно вся краска высохла. Все веточки получились у меня очень натуральными за счет того, что я не просто приглаживала краску, а немножко взъерошивала при окрашивании. Таким образом у вас будет создаваться именно вот такой эффект настоящей заснеженной елочки. Ну а теперь давайте приступим к сборке и соберем ее точно так же, как она была собрана. То есть привяжем к трубе на нити. Начну я с верхушки, которую я вообще не разбирала, а просто сняла в таком же виде. Постепенно добавляю верхние ветки. Очень важный нюанс. Если вы погуляете по лесу, вы заметите, что елки к низу более редкие. И я вот сейчас собираю подобным образом. В конце я просто горячим пистолетом зафиксирую основание. И то основание, которое шло в комплекте, именно вот этот цилиндр, я прикрепляю к металлической трубе. Далее нам понадобится емкость. Самой подходящей мне оказалось вот такое пластиковое ведерко. И на горячий клей я сейчас буду садить вот это основание в середину горшка. Елочка держится, но достаточно шатко. Так она ровит выпасть, поэтому внутрь я еще просто обычный пузырчатый пакет. Либо любые пакеты, бумагу, все, что у вас есть. Я сейчас просто заброшу внутрь, чтобы елка была более устойчивой. Теперь это все мы будем декорировать просто обычной тканью. Ну а теперь переступаю к отделке уже деталей. Общая у нас елочка сформировалась. И я беру вот этот вот венок из фикса. Разбираю венок на элементы. После того, как венок разобран, я приступаю к декорированию именно низа горшка. Шишки я буду вешать на елку. Я вставила в некоторые места шишки. И вот эти веточки свинка я также разместила на елку. Вот эти иголочки, которые были у покупного венка, у лапок, они, конечно, более реалистичны, потому что они тонкие. И многие делают вот такой прием, именно когда с более дешевыми материалами внедряют именно некоторые лапки с иголками. Более дорогие. И, в общем, создаются эффект большего реализма. Ставила одну наверхушку, чтобы завершить наш треугольник елки. И разбросала в некоторых местах. Внизу на елке часто находятся сухие облетевшие ветки. Поэтому вот такие заснеженные голые веточки как раз-таки здесь уместны. Также на елках, среди сугробов, вы также можете встретить остаток какой-то листвы. Поэтому все вот эти вещи, которые я использовала от венка, какая-то растительность, она очень уместна внизу горшка и оказывает как раз эффект вот этого реализма. Когда елочка находится где-то в лесу, среди других деревьев, другой растительности. Я буду использовать игрушки для декоративного новогоднего настроения. Но и в таком виде елку можно считать законченной, потому что она сама по себе украшает и создает новогоднее настроение и праздник. По игрушкам их я также переделаю, чтобы они вписывались в мой интерьер и отвечали моим вкусам. Мы будем делать застаренные винтажные игрушки, которые будут уместны на такую заснеженную елку. Начнем с домика. Домик я перекрашу. На незасохшую краску посыпаем снег из пеноплана. Сверху аккуратненько притрагиваемся кисточкой с клеем обойным и белой краской. Таким образом мы немножко втаптываем снег в крышу. В комплекте у домика шла вот такая лампочка, которая сияла внутри разными цветами. Такое освещение мне кажется немножко дешевым, поэтому я просто вынула. В домик я вставила часть гирлянды и таким образом домик у меня стал теплым и маленьким. Еще я приставила вот такую единичку. На лошадке меняю завязки на более натуральные. На звездочке убираю откровенное золото, немножко приглушив белым цветом и также добавив натуральные письма. Субтитры создавал DimaTorzok Вот такая красота у меня получилась. Напишите под видео, как вам эта елочка, планируете ли вы делать что-то подобное или может быть уже сделали. А я желаю вам хороших новогодних праздников, всего самого доброго и пусть ваши мечты и желания в этот Новый год обязательно исполнятся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok